Демократы накладывают, так сказать, оковы на ножки Дональда Фёдоровича. И он по договорённости, без всякого сомнения, с высшим руководством Ирана устраивает вот такие провокации жертвоприношения. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракяту. С именем Аллаха Милостивого Милующего. Мужчины и друзья, сегодня хотелось бы поговорить об арабской весне, Африке, Иране, вообще Ближнем Востоке, Китае. Вернее, о событиях в целом, да. Но для начала чисто технические вещи. В Ютубе есть функция спонсорства. И я вот её недалее, как сегодня, подключил. Если вы зайдёте на центральную страницу, на главную мою, то увидите, там есть значочек, соответствующий спонсорству. Поэтому, уважаемые друзья, призываю вас всех, кому интересно моё творчество, кому интересен сам канал и кто заинтересован в том, чтобы эта работа продолжалась, входить, если вам удобнее делать это так, в именно эту схему. Там есть три варианта, три ключа, которые я как бы обозначил. Это бронзовый ключ. То есть вы получите доступ к отдельному сайту или группе там в социальных сетях, где я буду выкладывать все свои видео в другой форме. И статьи, кстати, тоже. То есть это в аудио и текстовом формате. То есть такой архив, в котором вы сможете не только посмотреть, но и прослушать или прочитать данные конкретные видео. Стоит это порядка 100 рублей в месяц. Ну и не забывайте, что 30% из них забирают себе YouTube. Ну как бы тоже ребята не совсем бескорыстные. Второй серебряный ключ даёт вам доступ к той эксклюзивной группе в Telegram, которая сейчас есть. Ну и понятное дело, что все бонусы предыдущего ключа переходят на следующий. То есть вы автоматом вступаете в эту группу. Если у вас есть Telegram, если нет Telegram, то мы подобные же вещи будем продолжать уже непосредственно во вкладке сообщества. Там есть такая вещь только для спонсоров. А здесь непосредственно в YouTube. Стоимость серебряного ключа порядка 1000 рублей в месяц. Опять-таки YouTube забирает себе 30%. Ну и самый большой, дорогой и знаковый, Это, конечно же, золотой ключ, который позволит вам получить доступ к эксклюзивным, закрытым видео и непосредственно общению со мной в закрытых стримах. Та-да! Ха-ха-ха! Та-да! Так что, уважаемые друзья, кому удобен такой формат, кому интересно, повторяюсь, общение со мной в более расширенном варианте, пользуйтесь этой функцией. Я думаю, она достаточно такая продвинутая. И второй момент, который я хотел сразу же обсудить и предложить, это ведение стримов. Давно меня, так сказать, к этому делу сподвигали мои преданные сотоварищи. Ну вот сейчас, в связи с тем, что более-менее приличный интернет у меня здесь случился, я решил начать делать стримы. И объявляю сейчас, что в следующую субботу я хочу уже где-то ориентировочно в 18-20 часов по Москве сделать первый стрим. Уже мы, друзья, пишите, пожалуйста, свое мнение, как это лучше, во сколько, может быть, пока есть возможность изменить время, каким образом лучше информировать вас, какая тема вам будет больше интересна. Ну и, соответственно, в этом стриме будем обсуждать самые злободненные вопросы. Я буду отвечать на те вопросы, которые задаете вы. там включена функция суперчата, точно так же можно ускорить ответ на свой вопрос, сделав определенный донат. Заходите, смотрите, интересуйтесь. Ну а, соответственно, кстати, сразу хочу сказать, стрим, он всегда идет на определенную тему, но всегда, конечно, есть там какой-то разброс, да, то есть, например, можно расширяться и не зацикливаться там на какой-то конкретной вещи. То есть, здесь всегда можно уже ориентироваться, исходя из наших, так сказать, предпочтений пристрасти. Ну вот такие новости, уважаемые друзья, посмотрим. Ну а кто, значит, не интересуется, собственно говоря, так, Ютубом, то, пожалуйста, заходите в группу в Телеграм, читайте статьи на электронном Минбаре. Вот недавно вышла у меня очередная статья про иезуитов, на выходе новая будет, вот буквально на днях, инчаула. И тоже много можно оттуда, я думаю, почерпнуть. Ну а сейчас, уважаемые друзья, от дел, так сказать, технических перейдем к делам политическим. Вопрос сейчас самый интересный, конечно же, это ситуация с Ираном. После того, как американцы по личному приказанию Дональда Федоровича расстреляли ракетами генерала Косема Сулеймани, ситуация обострилась прямо-таки чуть ли не до военных действий. Ну, по крайней мере, так это можно почерпнуть из репортажей средств массовой информации. Мир говорит об убийстве иранского генерала Косема Сулеймани по приказу президента США Дональда Трампа. Это уже называют крупнейшим кризисом на Ближнем Востоке с тех пор, как США вторглись в Ирак. Я об этом уже говорил и писал. Посмотрите мои статьи на электронном Минбаре. Дональд Федоровичу нужна война. Нужна война на Ближнем Востоке. Нужна война с Ираном. Нужна война в Персидском заливе. Для чего? Для того, чтобы отсечь Китай от источников нефти. Устроить Китаю блокаду. То есть, континентальная блокада Наполеона на выворот должна быть устроена Китаю. При этом, американцы сами, естественно, не хотят на себя брать функции агрессора и говорить, вот, ребята, китайцы, мы вам сделали блокаду. Потому что слишком большая связь между Китаем и США, и сейчас, чтобы воевать, да? То есть, торговая война — это одно, а уже реальные боевые действия, такие провокации — это совсем другое. Соответственно, самый выгодный момент — это устроить какую-нибудь заварушку на другом конце земли, которая отразится на Китае и сделать потом невинные глазки. Ребята, а мы же не хотели. А что, это вот злые иранцы. Или там кто угодно. Злые сомалийские пираты, там, пакистанские исламисты. Найти виновных всегда можно. Но, уважаемые друзья, говорит ли это о том, что все началось только сейчас? Конечно же нет. Это длительный и сложный процесс. И рассматривать его, естественно, надо в комплексе. Ну, вот, например, импичмент в США. Многие задаются вопросом, а для чего это нужно было демократам вообще? Ну, ведь ясно, что этот импичмент, он не нанес ни малейшего ущерба Дональду Федоровичу, как политику. Более того, его приданные сторонники, наоборот, сплотились вокруг него, поляризация американского общества усилилась, и Трамп, наоборот, приобрел дополнительные очки к предстоящим выборам, если он на них пойдет. Ну, что, объявить демократов дураками, как у нас это любят, там, задорный, опять, там, какой-нибудь, ну, американцы, ну, тупые, да? Да нет, не тупые они, уважаемые друзья. Они делают все правильно. Они понимают, что Трампу сейчас, как воздух, нужна война в Персидском заливе. Но сам он этого делать не может. И в том числе потому, что в Конгрессе сидят демократы. У президента нет полномочий для объявления войны с Ираном. Если он планирует значительно увеличить численность войск, администрации требуется получить одобрение Конгресса. И они банально не дают ему денег. Решение президента может осложнить и без того опасную и сложную ситуацию на Ближнем Востоке. Эти действия могут приблизить нашу страну к очередной бесконечной войне. Я как-то приводил расчет, сколько американцы потратили денег на войну в Ираке. Получилось космические совершенно 20 триллионов долларов. Это только прямых военных расходов. И у него, у Дональда Федоровича, просто банально нет денег сейчас начать очередную войну. И Конгресс ему этих денег не дает. И, соответственно, в период импичмента, который конгрессмены, демократы всячески затягивают, естественно, даже на рассмотрение этот вопрос не будет вынесен. И что получается? Получается, что демократы накладывают, так сказать, оковы на ножки Дональда Федоровича. А там удеваться некуда. И он по договоренности, без всякого сомнения, с высшим руководством Ирана устраивает вот такие провокации жертвоприношения. На этих кадрах все, что осталось от колонны, в которой ехал Касем Сулеймани. Ракета настигла его у грузового терминала аэропорта. А это видео сразу после удара. Его сняли проезжавшие мимо люди. Касем Сулеймани, безусловно, был человек авторитетный. Его сделали такой медийной фигурой. В американской прессе его называли «темный рыцарь» по аналогии с Бэтменом. По моему указанию, военные Соединенных Штатов успешно нанесли безупречно точный удар и ликвидировали террориста номер один в мире Касема Сулеймани. Ну, действительно, он был важный человек. Он осуществлял зарубежные связи Ксира. Но и это его же и подвело. Почему? Потому что он стал, конечно же, неугоден самим Айатоллам. Авиаудар по автомобилю Сулеймани был нанесен спустя несколько дней после попытки протестующих в Багдаде взять штурмом американское посольство. Ну и кого принести в жертву? Ну, конечно, такого человека, от которого не сильно что изменится, от его гибели, да? Потому что, ну, не один же он эти связи налажил. Но в то же время личность очень распиаренная и знаковая. Очень круто. Вообще он такой суровый такой дядька. Была такая фотография очень такая, знаете, интересная была. Я помню, первый раз, когда посмотрел, ну, видно вот такая смерть в глазах. То есть человек явно смотрит и понимает, что всех убью, один останусь, да? Ну, вот не остался. И получается, что сейчас, в принципе, все уже вот так вот балансирует на грани. Потому что, если, например, вдруг случится очередной инцидент в Танкинском заливе, помните, как перед началом Вьетнамской войны командиру эсминца американского показалось, что на него кто-то напал. Капитан Мэддокса доложил, что ему кажется, что их обстреливают и собираются атаковать. Как он доложил позже, никакого нападения не было. Но товарищ Линдон Джонсон, президент Соединенных Штатов, и товарищ Макнамара, министр обороны, среагировали молниеносно. Через шесть часов после предполагаемого нападения президент Джонсон отдал приказ об ответных действиях против Северного Вьетнама. Все, война началась, и Конгресс уже деться никуда не мог. Все, злые вьетнамцы напали. То же самое может быть здесь. Но Трамп пока, конечно же, тянет. Он не хочет быть инициатором войны, потому что он знает, какова, например, репутация у того же Джонсона, да, после Вьетнамской войны. И он пытается кого-то сподобить, начать все это вместо себя. И вот если это понять, то совсем по-другому уже выглядит одобрение американцев, ну, такое неформальное, но реальное, на ввод турецких войск в Ливию. То есть для начала это какие-то советники, которые будут учить войска триполийского правительства, которые, собственно говоря, только Триполи и контролируют, да, противовес маршалу Хафтару, которого поддерживает Россия. Все средства массовой информации опять-таки начали визжать. Вот Турция против России. Нет, Турция не против России. Турция за Палестину в своем составе. Уважаемые друзья, вот чтобы это все понять, надо вернуться к арабской весне. Но прежде чем мы туда придем, хотел уточнить один момент. Вот обратите внимание, когда я говорю про там Ближний Восток и так далее, в то же время каким-то образом связываюсь с Китаем. Казалось бы, где одно, где другое. Уважаемые друзья, ну нефть и международные транспортные сети сделали весь наш мир очень маленьким. Это во-первых. А во-вторых, ну сопоставьте. Вот буквально на днях гибнет в катастрофе не кто-нибудь, а начальник генерального штаба тайваньских вооруженных сил. И буквально через пару дней убивают Косыма Сулеймани. Совпадение? Уверен нет? Ну это же звенья одной цепи. Тайвань один из главных противников экспансии Китая в океан. Именно Тайвань и Япония с другой стороны останавливают движение Китая в море. Ну понятно, что при тотальной поддержке американского флота без него там вообще никуда. С учетом того, что Япония собственно говоря такой некий надзиратель, чтобы Китая просто не зарывался. она естественно не будет вмешиваться ни в какие дела. Остается один Тайвань, который действительно будет воевать, если что, с континентальным Китаем. И вот такой удар по Тайвань, потому что начальник генштаба это очень серьезно. Это не начальник какого-то там отдела спецподразделения, это крайне важно, архиважно. И тут же демонстративная ответка Дональда Федоровича на другом конце света. Посмотрите, как все связано. Очень интересно. Ну и в Раксон, Курдистане там еще кое-кого нахлобучили. Да кучи, да. То есть вот посмотрите, все связано географически. Но точно так же все связано и во временном плане. Нет ничего отдельного. И все это движется с самого начала. С арабской весны. Уважаемые друзья, после того, как во время Второй мировой войны стало ясно, что Америка выходит на роль нового гегемона в новом мировом порядке, Британская империя стала разбираться, саморазбираться, отбрасывая какие-то ненужные вещи, чтобы сохранить центр. Медленно, но очень трудно и тяжело цепляясь зубами за каждый клочок земли. Англичане откатывались туда к себе на острова к Лондону. И пришло время, когда в 50-х годах они отдали Ближний Восток. С тех пор американская гегемония на Ближнем Востоке устанавливалась дихотомией Саудовской Аравии и Израиля. Это было очень круто и держалось все буквально до последнего времени. Но только ли США там работали? Конечно же нет. Там оставались англичане, там оставались французы. Вот нас действительно французов очень часто забывают, считают их какими-то там лягушатниками и так далее. Нет, ребята, Франция это основатель западного проекта. Это одна из величайших империй в прошлом и до сих пор одна из могучих колониальных держав, которая маскируется значит какой-то там Пятая Республика, демократия и так далее. На самом деле до сих пор большая часть бюджета Пятой Республики поступает из бывших колоний африканских. И вот вот эти страны задействованы в ближневосточном так сказать бульоне и компоте. Ну, понятное дело и Израиль проект еврейский. И что получается? Получается, что сейчас в силу того, что Британская империя возрождается другим образом, не так как раньше, но возрождается, она начинает снова забирать себе свое. Они ударили по французам. В чем это выразилось? Да в Тунисской революции. Тунис это право французская территория, подмандатная Франции. И вот там свергается правительство. Что потом случилось дальше? Дальше случилось Египет и Ливия. Уважаемые друзья, давайте посмотрим. Египет это Суэц. Ливия это выход на Италию с одной стороны, то есть на Европу и на Африку. Африканские страны привлекают все больше внимания российского бизнеса. Маленькие дети ни за что на свете не ходите в Африку гулять. Военные попросили меня сказать вам, что они заинтересованы в том, чтобы российские военные советники помогли им. в Африке в Африке гориллы гориллы в Африке большие крокодилы. Очень надеемся, что Россия будет работать в Африке во всех сферах и областях. Будут вас кусать, бить и обижать. В Африке очень много потенциальных наших партнеров, очень, с хорошими перспективами развития, с огромным потенциалом роста. И вот здесь становится интересным роль Франции. Тунис они уже потеряли и дальнейшее усиление каких-то движений подобных аропской весне в африканских подмандатных Франции территориях. Для Франции было бы смерти подобно. И если мы посмотрим на полковника Каддафи, чем он занимался-то? Какой был главный упрек ему, вспомните, в самом начале? Упрек был, что он собирал черных наемников против арабов. Уважаемые друзья, это было действительно так. Только собирал он их не против арабов, а против французов. полковника Каддафи с помощью англичан, а пришел он из Великобритании, вспомните историю его прихода к власти. Как он сверг короля, лидера синуситов Софийского ордена, который был одновременно королем Ливии. После того, как прилетел из обучения в Лондоне, он должен был взорвать всю Черную Африку, достижимую со стороны Ливии. А что это такое? Это франкофонная Африка. То есть если бы Тарич Каддафи успел свой этот Африканский Союз раскрутить по полной программе, французам бы был нанесен такой удар, что вряд ли бы они отправились вообще. Именно поэтому Саркази рванул туда со скоростью, как будто его резали. Его действительно резали уже, потому что деваться было некуда. И устроил там государственный переворот. Все эти сказки про то, что там народ восстал и так далее, давайте оставим пропагандистов. На самом деле конечно же начало было положено французским спецназам. После этого туда немедленно ломанулись американцы. Англичане пустили туда два боевых корабля. И Ливию сейчас раздербанили по сути на три части и там все еще движется. Вот что такое был конфликт в Ливии. Что такое был конфликт в Египте. когда два самолета фирмы Томас Кук старейшей британской туристической фирмы приземлились в аэропорту Каира и на следующий день начались волнения на площади Тахри. Египет это Суэцкий канал. Англичане ударили по США. Они попытались перехватить контроль над Суэцем. Вот в чем был весь смысл. не вышло. Американцы не зря столько лет кормили египетскую армию. И пришло время они спустили своих так сказать цепных псов с поводка. Вот смысл арабской весны. Это разборки между сверхдержавами. Все остальное это уже вторичные и третичные цели. Уважаемые друзья, за любой войной стоят настоящие игроки. Вот фигуры на доске они важны безусловно и они живут страдают и умирают. Но двигают их игроки. Для того чтобы понять что случилось надо понять кто играет. А чтобы понять кто играет надо понять цель этой войны. Цель большой игры. И война безусловно это не обязательно летят самолеты и танки горят. То что сейчас делается на Ближнем Востоке это война. Вспомните совсем недавно в Иране были волнении. Более полутора тысяч человек по разному оценкам было убито на улицах. Это что не война? А то что делают американцы с китайцами на наезд 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 хуауэй это война. Ну пусть это трейдинг вар. Но это война. Да она может перерасти в войну а-ля вторая мировая. А может и не перерасти. Может остаться на уровне так называемых гибридных войн. Но это будет та же самая война. Друзья смотрите в корень смотрите за руками. Кто двигает фигурами? Зачем? И только поняв с какой целью все это делается вы поймете кто там действительно участвует как самостоятельный субъект как игроки а кто как фигуры и кто действительно победит в конце концов. Вот же идея в чем. Ну а мы будем продолжать дальше наши так сказать встречи беседы повторяюсь уже и в стримах и в группе в телеграм и в сообществе здесь в ютубе иншалла будем продвигаться дальше и будем посмотреть ассаляму алейкум рахматуллахи уа баракет